Таджикистан Житель района Рудаки Махмад Шариф Саидов, 13-летний сын которого был среди возвратившихся, сообщил в беседе с журналистами, что в 2015 году после закрытия религиозного лицея в городе Вахдате он отправил сына в Алматы, а оттуда в Бангладеш. Я хотел, чтобы мой сын стал чтецом Корана. После возвращения на родину сын жил с нами, а недавно его принудительно отправили в спецшколу для трудных подростков, возмущается Махмад Шариф Саидов. Нам сейчас не разрешают взять сына домой на выходные. Мы не знаем, находится ли он в спецшколе или его перевели в другое место. Почему от нас скрывают его местонахождение? Если власти не занимаются промыванием мозгов, то должны отпустить детей домой хотя бы на выходные, говорит отец-подростка. Один из жителей столицы на условиях анонимности сообщил редакции Хабархо, что в общеобразовательных школах столицы начали проводиться беседы с детьми, в ходе которых у детей спрашивают, совершают ли они намаз, говорят ли им родители, что нужно совершать намаз, заставляют ли их дома соблюдать религиозные предписания и т.д. Также наш собеседник сообщил, что большинство родителей беспокоены этим, так как среди населения ходят слухи о том, что детей религиозных родителей будут определять в специализированные школы-интернаты. Само понятие системы перевоспитания или лагеря перевоспитания, это звучит как-то очень страшно. Это наводит на мысль, что мы идем по китайскому пути, когда там перевоспитывают целые миллионы, целую нацию перевоспитывают. И весь мир об этом говорит. Нам не нужно следовать этому. Субтитры создавал DimaTorzok